всем привет всем здрасте дорогие друзья сами кисели в этом видео будем с вами разговаривать касательно электричества и начальной энергетики которые у вас будет на первых этапах как ее использовать что она умеет и различные сборки ну что ж друзья обо всем подробнее далее с вас как всегда лайк подписочка колокольчик осмя контент поехали и когда я говорю энергетики начального уровня тут у нас есть несколько вариантов первое самое что мы излучаем технологическом древе это электромагнетизм и тут у нас имеется ветровая турбина мы будем разбирать естественно и и далее color collection это у нас получается солнечная панель мы ее будем разбирать и дальше thermal power силовая установка на собственно тепле вот с этими тремя штуками мы будем сейчас вами разбираться потому что это друзья ну так сказать основа основ на которой будет построена ваша база начальный уровень начнем с ветряной турбины в чем ее собственно прикол работает постоянно днем и ночью вырабатывает фиксированное количество энергии моем случае 300 киловатт то есть три таких штуки будет выдавать почти 1 мегаватт это довольно неплохо все хорошо и днем и ночью правда небольшая выработка но у этой штуки есть одна гигантская проблема вы рядом их не сможете поставить между ними должно быть определенное n расстояние то есть ну так грубо говоря чем минус в чем плюс плюс в том то что вы можете собственно ставить их где угодно вот допустим вас тут маленькое производство тут маленькое производство тут еще тут у вас скажем добыча где-то рядом стоит и вы можете ее просто обнести со всех различных сторон этими ветряными генераторами плюс они выступают еще в роли передачи энергии то есть как тот же самый столб поэтому это вроде и удобно и вроде неудобно вначале чисто когда стартуете на первый час игры вам этого должно хватить учитывая количество сколько вы будете добывать допустим медное месторождение железное месторождение каменное месторождение угольное месторождение там все дела обставить использовать их вместо столбов тоже довольно неплохо как видите они сейчас запитываются абсолютно все но есть и другие варианты и как минимум не забывать о таких вещах как показатели планеты вот допустим стартовая поэта где я сейчас нахожусь тут у нас в плане уайн энерги рейте 100 процентов но на других планетах может быть по-другому допустим здесь у нас вообще ветра нету на этой планете а на этой он лишь 70 процентов тоже обращайте на это внимание переходим к солнечным панелям а вот с ними ребята уже немножечко по-другому смотрите берем и ставим в размере одной штуки хорошо неплохо все работает вырабатывает кстати больше 352 но в перспективе если сто процентов 360 что выше примерно на 20 процентов но весь ужас в том то что эта штука работает как это уже и наверное понятно только когда у нас день и эта проблема мы можем конечно аккумулировать энергию в аккумуляторах но это будет стоить очень дорого в плане построения потому что они как бы ну довольно таких хороших ресурсов стоят и не факт то что вы сможете в должном количестве все дело производить но вы можете скажем психануть и поставить вдоль экватора такие штуки но не факт что вам это понравится вы потратите очень много ресурсов на это дело ну да энергия будет у вас постоянно но не забывайте то что если вы закидаете весь экватор то лишь половина планеты будет у вас освечиваться я потом подробнее запишу видео об этой схеме и посчитаем уже все как будет я не рекомендую вообще использовать солнечные панели скажу честно с ними реально много проблем как минимум то что вы рассчитываете на подачу энергии а ночью все дело вырубается ну это не круто в этом плане они гораздо лучше как по мне ибо ветер благо у нас постоянный следующий вариант на котором я просидел очень и очень долго и не один стрим подряд это у нас собственно это силовая установка она питается много чем она почти всеядна в плане выработки энергии и перспектива это лишь 2 и 6 мегаватта то есть грубо говоря 7 ветряков но прикол в том то что это дело можно поставить на поток что я имею ввиду ставить добычу угля и поехали но помимо всего прочего эта штука у нас может питаться как я говорил она почти всеядна это у нас и дерево даже кусты органические кристаллы которые вы собираете во время того как срубаете деревья и кусты это у нас собственно уголь который вы можете добывать и еще энергетический графит который вы делаете из угля и у каждой этой штучечки есть такое значение как энергия и так сказать время то есть самое медленно это будет кусты минус 30 процентов у дерева это уже минус 10 процентов здесь это у нас минус 20 процентов органических кристаллов у угля у нас 0 а а здесь у нас уже плюс 50 процентов крик времени то есть если закину то сейчас так нужно поставить потребитель иначе видно не будет скажем я ставлю потребитель такого вида и видим но значение которое указано здесь плане энергии 6 и 75 мега джоулей это не относится к этой штуке она так и будет вырабатывать 2 и 16 к сожалению это у нас значение к заправке нашего робота но об этом далее сейчас покажу какие схемы вы можете с этим делом провернуть и оставить себе это дело на постоянку вот собственно месторождение угля берем ставим добычу после чего запитываем с помощью но обычного ветряка вообще никаких проблем эта штука у нас потребляет 300 это вырабатывает у нас 300 то есть ну грубо говоря чуть ли не впритык но дальше мы просто выводим конвейер и у нас есть уголь после чего у нас есть такой вариант то что мы просто ставим эту силовую и запихиваем в нее через вот эту штучку и все она работает сетью все в порядке все прекрасно но можно сделать и по-другому вы сразу же перерабатываете уголь в графитовые стержни естественно выбираете то что вы хотите делать и это нужно запитать энергию более менее хватит чтобы это запустить 1 ветряка достаточно после чего просто-напросто скажем делаете одну линию куда все дело будете выводить естественно лучше ставить ближе чтобы скорость передачи было лучше ставите силовую и запитываете и у вас все прекрасно будет работать этого вначале вам хватит за глаза вот как это выглядит более усложненном варианте добыча угля переработка угля в графит и все это дело выводим и выставляем как нам удобно можно кстати те ветряки которые у вас есть использовать повторюсь как и стал бы и таким образом у вас будет постоянная энергия довольно большом количестве здесь у нас их вроде 14 раз два три 4 5 6 7 до 10 14 умножаем на 2 получаем 28 мегаватт для начала вполне для стартовых задач хватит и в любом случае это можно будет расширять сколь вам угодно хоть весь экватор застройте но не забывайте то что уголь со временем у вас будет исчерпываться и он потом нужен будет для других рецептов как и собственно графит ну вот маленькая небольшая сборочка здесь у нас получается 21 и 6 мегаватта это не так уж то и много но достаточно для начала повторюсь в чем прикол занимает немного места и позволяет нам сразу завозить сюда графит использовать его на наши нужды энергетические после чего этот графит будет уезжать дальше по нашим делам на нужные нам рецепты будь туда же скажем сделать те самые кубы для исследований вариант хороший вариант неплохой и компактный почему компактный потому что если вы захотите поставить ветряные турбины чтобы не вырабатываем такое количество энергии ребята то тут я вас смею огорчить нам нужно будет их 70 штук до либо вот так вот либо 70 вот таких вот и при этом нам нужно ставить их на довольно таки нормальном расстоянии друг от друга и это займет очень много места но не будет тратить никаких ресурсов конечно же но нужно вам это или нет думаю нет скорее всего выберите этот вариант и я вам его рекомендую и либо можете просто при по прямой вот вытаскивать как я делал там на своей стартовой базе в самом начале ну либо зигзагом так пускать ну а солнечной панели нужно быть примерно такое же количество но займут они гораздо меньшее пространство но работать будут только днем увы и ах но так это работает и да поскольку эта штука у нас всеядно вы можете даже не ставить добычу угля вначале вы можете просто грубо говоря вырубать потихоньку лес собрать его там пару стаков закинуть его скажем в что-то вроде вот этого дела ну и собственно выводить его конвейерам если не хотите пока заниматься чем-то связанным с углем и все будет хорошо но нужно все делать из нас запитать чтобы это работало и все и поехала но это шкала падает очень и очень быстро я говорил вам по поводу бонуса ко времени я умеренно показал не все виды топлива потому что пока вам об этом задумываться смысла нет эта штука еще работает и на много чем другом включая даже продукты нефтепереработки но об этом ребята в потом в более продвинутым видео касательно энергетики а у меня на этом все друзья тем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахать и колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плыли со всеми видео касательно дать сфер программы со временем будет все больше больше и больше они будут сложнее 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 просто так сказать делаю некоторую начальную базу чтобы новичкам было удобнее плюс в описании будут и ссылочки на социальные сети такие как instagram группа вк дискорд сервера и телеграм-канал где публикуется информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также в телеграме дискорде имеются чаты чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касается различных игр собираться компашкой чтобы собрать там народ по поводу пойти в кэску в дотку куда угодно не осуждаю сам играю в различные игры как по жанру так и по сеттингу и еще пожалуйста пишите какие обзоры вы хотите видеть на канале какие гайды какие стримы какие игры спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока